Всем привет! Есть очередные интересные и некоторые интригующие новости, события и заявления. Поговорим о интересных ситуациях в Германии и в мире. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, в Германии министр финансов и глава свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер бьет тревогу и призывает к экономии, исходя из продолжающихся споров по бюджету. А экономить Линднер призывает на социальных расходах. По словам главы Минфина, мы тратим миллиарды евро на поддержку людей, которые не работают. Вам не нужно снимать долговой тормоз, вам нужно остановить эту политику распределения. У нас нет проблем с доходами, зато есть проблема с их использованием. В общем, министр финансов Германии считает, что правительство тратит слишком много на неработающих людей и призывает сократить социальные расходы и прекратить политику распределения доходов работающих жителей Германии. А тем временем, пока министр финансов думает, как и где сократить расходы, В Министерстве обороны Германии полная воля. И уже в четверг, 20 июня, мировой оборонный гигант Рейнметалл получил от Бундесвера самый крупный заказ в истории компании. Рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью до 8,5 млрд евро, где основным заказчиком будет Германия с целью пополнения запасов Бундесвера и его союзников, а также часть боеприпасов пойдет на поддержку Украины. А начало поставок запланировано на 2025 год. Кроме того, как пишет Шпигель, министр обороны Германии Борис Писториус планирует еще один крупный заказ для модернизации вооруженных сил Германии. Оборонное ведомство хочет заказать еще 105 боевых танков Leopard 2A8. А согласно конфиденциальному представлению бюджетный комитет Бундестага, которое оказалось в распоряжении издания, стоимость заказа составит почти 3 млрд евро, а поставки Бундесверу должны быть выполнены до 2030 года. Но, как пишет издание, Министерство финансов подчеркивает, что расходы на танки не покрываются ни 100-миллиардным специальным фондом, ни ежегодными бюджетами, ранее предусмотренными Министерством обороны на годы, начиная с 2025 года и далее. А вместо этого должно быть выдано так называемое разрешение на обязательства. Это означает, что федеральное правительство гарантирует, что счета будут оплачены и что заказ может быть реализован. В общем, как видим сейчас, у военно-промышленных корпораций золотые времена. Проталкивает даже то, чего нет ни в планах, ни позапланами. Но идем дальше. Как бурно обсуждают во многих немецких СМИ, в Германии уже начали давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы высылать из Германии искателей убежища в третьи страны. Руководители федеральных земель Германии обсудили с Шольцем возможность того, чтобы процедуры предоставления убежища осуществлялись в третьих странах за пределами ЕС и потребовали от федерального правительства, что оно разработает конкретные модели реализации таких процессов предоставления убежища в третьих и транзитных государствах. Такие подобные схемы пытаются ввести премьер Италии Джорджия Мелони, который планирует передать обработку некоторых заявлений о предоставлении убежища Албании, а также британский премьер Риши Сунак. Он заключил аналогичное соглашение с Руандой. Но, по словам Шольца, хотя эти модели, вероятно, недостаточно масштабны, чтобы полностью решить проблемы Германии, правильно, что правительство рассматривает возможность использования подобной схемы. Как заявил Шольц, мы нуждаемся в миграции рабочих и квалифицированных работников для нашего бизнеса и будущего. Но, с другой стороны, нам нужно успешно управлять нелегальной миграцией. В общем, как уже отмечает Тагас Шау, встреча между руководителями земель и канцлером Шольцем длилась долго, а результата почти нет. Но идем дальше. И, как всех информирует Reuters, впервые за 8 лет главным торговым партнером Германии стали Соединенные Штаты Америки, а не Китай. Согласно официальным данным, 60 миллиардов евро торговли Германии с Китаем в первом квартале 2024 года были меньше, чем 63 миллиарда евро общего объема торговли с Соединенными Штатами Америки. Опубликованные в пятницу данные свидетельствуют, что в мае немецкий экспорт в Китай упал на 14% по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт в Соединенные Штаты Америки вырос на 4,1%. Кстати, а как информирует CDF, министр экономики Германии Роберт Хаббек впервые за время своего пребывания в должности отправился в Китай для того, чтобы срочно решить проблемы, которые могут перерасти даже в торговую войну. А также есть вопросы у него касательно хороших экономических отношений Китая с Россией и по правам человека. Но посмотрим, что у него получится, потому что Китай обычно ставит свои условия и даже более влиятельным чиновникам, чем Хаббек. А тем временем в Соединенных Штатах Америки опять предлагают признать Россию государством-спонсором терроризма. На этот раз в Сенате Соединенных Штатов предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. И, как отмечается, об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса Соединенных Штатов Америки, представляя соответствующий законопроект. Республиканец Линдси Грэм считает, что после всех преступлений Российской Федерации в Украине и других странах визит Путина в КНДР может стать именно тем толчком, который нужен для принятия указанного документа. А его коллега из демократов Ричард Блюменталь назвал соглашение двух лидеров пугающим и враждебным. Но идем дальше. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в традиционном своем интервью на радио заявил, что европейский поезд едет в сторону войны, а Запад хочет победить Россию под руководством американцев и вместе с Германией. Но, по словам Орбана, цель минимум достигнута, поскольку Венгрия не будет участвовать в миссии Альянса. При этом Орбан отметил, что у него есть соглашение не только с нынешним, но и с будущим генеральным секретарем Североатлантического Альянса. А вот как всех информирует Евроактив, партию Фидес, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, просят предоставить письменное заявление о поддержке Украины, если она все же хочет присоединиться к группе европейских консерваторов и реформистов в Европейском парламенте. Так что, видимо, не со всеми договорился Орбан. Такие новости на данный час. Давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео. Уверен, что вам есть что сказать. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.